Привет! Мы продолжаем тему открытия парков научных развлечений, познавательных музеев, интерактивных выставок. И сегодня говорим о таком важном аспекте, как локация, сколько метров нужно для работы того или иного объекта. И давайте начнем с того, что, например, при строительстве торговых центров есть такое важное правило. Что же важно для строительства торгового центра? Это место расположения, это место расположения и еще раз это место расположения. Тут все то же самое. Да и на самом деле в любом другом бизнесе это очень существенно и важно. Потому что каким бы вы не были профессионалом в рекламе, поверьте, ваша удаленность либо близ расположенность к местам сосредоточения людей, туристических потоков, в вашем случае это учебные заведения, какие-то крупные торговые центры сыграет либо вам на руку, либо сыграет против вас. Поэтому этот момент учтите обязательно. И то, что проект лучше располагать в центрах с удобной транспортной доступностью, это тоже сто процентов. Потому что не забывайте, что люди будут приезжать к вам не только на общественном транспорте, но и пользоваться своим собственным. А если вы будете работать с учебными заведениями, а вы обязаны работать с ними, вы обязаны работать со школами, то вы предусмотрите, пожалуйста, на своей парковке возможность приема еще и автобусов для того, чтобы организованно приезжали к вам группы. Оптимальным примером в этом плане является наш клиент, это Кидзани, расположенный на самом крупном торговом комплексе Европы, авиапарк. Он имеет транспортную доступность, шикарную. Это две минуты от метро, это шикарная парковка, которая может и самолет принять. В общем-то, как пример, имейте Кидзанию в виду. То, что должно помещение в соответствии с санитарным нормам, надеюсь, это говорить не нужно. Должна быть классная вентиляция, потому что это позволит вам быть менее раскрепощенными и проводить научные познавательные шоу. Не стоит, кстати, рассматривать помещение с низкими потолками, потому что это ограничить вас в выборе экспонатов, это ограничить вас в их расстановке, это не позволит посетителям правильно взаимодействовать с ними. В общем-то, чем выше потолки, тем успешнее будет у вас бизнес. И что касается площади, ну вот смотрите, для размещения 30-40 экспонатов нужно 400-500 метров свободной площади. Имейте ее в виду. А вот что касается практического опыта, то для размещения парка научных развлечений, познавательного музея нужно от 500 до 1500 квадратных метров. Ну, к слову сказать, было у нас обращение на прошлой неделе из города меньше полумиллиона жителей, там у человека была в собственности площадка 1500 квадратных метров, но в итоге нам пришлось отговорить его от того, чтобы там построить парк научных развлечений, потому что его регион, город и главная малочисленность этого города не могла способствовать быстрой окупаемости. Мы всегда анализируем тот регион, где строим и даем правильные рекомендации. Так что вот момент принципиальных ресурсов самого города, он тоже важен и мы тоже сделаем по нему анализ. Ну, вот сейчас мы делаем для маленьких городов такую услугу, как комплекс-трансформер, когда ваше небольшое помещение может работать в нескольких режимах, работать с максимальной загрузкой и, соответственно, вы будете получать максимальный коммерческий эффект. Тоже обращайтесь, мы подскажем, как это сделать. Но даже если вы обладаете небольшим помещением, но огромным желанием сделать нечто подобное в вашем городе, обращайтесь к нам, мы сделаем это максимально коммерчески эффективно. Ну, а в следующем видео мы поговорим о правильной организации рабочего процесса, о размерах экспонатов, мы поговорим о зонировании. Это очень важно, поэтому увидимся. Ваши вопросы в комментариях и сайт skyproduction.ru по-прежнему для вас работает. Продолжение следует...